Губернаторское поздравление с Новым Годом в адрес чиновников регионального штаба по чрезвычайным ситуациям не все восприняли как праздничное. В частности, энергетики усмотрели в нем двоякий смысл и даже руководство к действию. Евгений Полковников знает, о чем еще говорили на заседании. Вывод комиссии, работать нужно лучше. Лишь в пяти из восьми сильно пострадавших от стихии районах области электроснабжение восстановили в первые сутки. Полностью восстановить электроснабжение на территории не удалось, так как неоднократно происходило ухудшение погодных условий, возникали новые технологические нарушения. По данным МРСК центра, полное восстановление на территории области удалось завершить к 6 утра 1 декабря. На ликвидацию ЧП были направлены десятки техбригад и сотни специалистов. Работали в режиме повышенной готовности. Такого в Ярославской области не было десятки лет. Это не просто легкий снежок, это серьезное налипание на провода, приведшее к массовому падению гружающих деревьев, массовому провисанию проводов, для чего потребовалось привлечь не только все свои внутренние зервы, на натянутом нерве люди работали, но и сторонних организаций, в том числе и системы Россети и МРСК центра. Энергетиками был предложен свой вариант действий в случае повторения сильных снегопадов, но их жестко критиковали. Главная претензия – это все нужно было знать и разрабатывать до наступления зимы и отопительного периода. Так что, ребята, так дело не пойдет. Мне-то нужны готовые документы с выводами и, соответственно, почему-то не было сделано в период подготовки к зиме. Это касается, кстати, всех муниципальных образований. Не думайте, что Куан-1 край. Каждый отвечает за свой маневр, за свой кусок сети. Серьезной помехой в ликвидации последствий аварии были непроходимые заросли. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к линиям электропередач, нужны огромные деньги. Мы поручим проработать вопрос создания региональной сетевой компании, которая в этой части будет более управляемая, более мобильная и более оперативно реагировать на такие подобные ситуации. Предложения, прозвучавшие на комиссии, занесены в протокол. Многие из них станут обязательными для исполнения уже этой зимой. Евгений Полковников, Александр Быков.